добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на первом прямом эфире в мае надеюсь вы хорошо отдохнули и сейчас мы с вами полезно и интересно проведем наше время я думаю это будет около 20 минут все зависит от ваших вопросов как вы помните в предыдущем эфире я сказал что я сейчас тестирую новую платформу поэтому если у вас есть возможность дайте мне знать используя чат фейсбуке либо канал на ютюбе слышите вы меня видите ли меня просто напишите что-нибудь я буду вам рад за эту обратную связь сегодня у нас очень интересный эфир и надеюсь технически он пройдет без сучка и задоринки тема очень интересная актуальная и вы нам уже знаете тему эфира самая большая ошибка в изучении иностранных языков прошу вас сейчас подумать и написать в комментариях фейсбуке либо вы на канале youtube если вы смотрите в записи буду рад если вы поделитесь вашими мыслями на эту тему не знаю пока о чем буду я рассказывать как вы думаете какая самая большая ошибка в изучении иностранных языков я надеюсь сейчас получить от вас парочку ответов и затем я приступлю соответственно к моей теме как я это вижу и что является на мой взгляд самая большая ошибка двух словах пока вы пишете пока вы делитесь вашим опытом и вашими мыслями мне бы хотелось рассказать о прямых эфирах цель данных прямых эфира это изучение любых иностранных языков интересно легко и с удовольствием я делюсь с вами своими наработками так как являюсь автором линго коучинга это подход и я не побоюсь это слово революционный подход к изучению и преподаванию иностранных языков и основная идея основная идея линго коучинга это изучать любой иностранный язык интересно легко и с удовольствием надеюсь сейчас вы меня слышите видите и если у вас есть какие-то мысли комментарии пожалуйста пожалуйста пишите мне в комментариях наш эфир как как всегда до структура эфира в двух словах мы с вами будем общаться от 10 до 30 минут все зависит от ваших вопросов я не хочу много говорить я расскажу тему эфира за 5-7 минут самое главное чтобы вы получили краткую информацию в сжатом виде и соответственно затем будет общение меня с вами потому что на мой взгляд прямой эфир это уникальная возможность не только послушать лектора специалиста эксперта в какой-то области ну и задать вопросы потому что возможно у вас есть те вопросы которые вы не можете никому задать и сейчас есть такая возможность задать мне любые вопросы которые касаются изучения иностранных языков сейчас я не вижу пока ни одного сообщения надеюсь техника меня сегодня не подводит и меня вы слышите и видите поэтому если вам не сложно напишите в комментариях фейсбуке либо в ютюбе как вы меня видите слышите как вы думаете в чем заключается самая основная ошибка в изучении иностранных языков либо если вы смотрите в записи на канале youtube мне будет приятно если вы поделитесь внизу в комментариях вашими мыслями на эту тему и конечно напоминаю вам если вы слушаете меня в первый раз подпишитесь внизу есть кнопка подпишитесь на мой канал если вы хотите регулярно присутствовать на прямых эфирах буду рад если вы поставите лайк ваши лайки ваша поддержка мне очень нужна для того чтобы каждую неделю создавать вам интересные темы и обсуждать их формате прямых эфиров хочу напомнить что в мае немного меняется расписание теперь прямые эфиры будут по следующему расписанию каждый понедельник в 16 часов по московскому времени у нас эфир на русском языке и каждую среду в то же самое время четыре часа по московскому времени у нас эфир на английском языке темы будут разные темы повторяться не будут соответственно буду рад получать от вас вопросы ваши если у вас есть вопросы либо если у вас есть пожелания для прямых эфиров для будущих прямых эфиров пожалуйста пишите ниже в комментариях и конечно ставьте лайк подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали часто перейду тогда к теме нашего эфира сегодня это самая большая ошибка в изучении языков конечно на самом деле ошибок может быть много и наверное это не самая не самая-самая главная ошибка но тем не менее одна из основных ошибок которые я вижу наблюдая на своих клиентов которые приходят ко мне ученики клиент и конечно мой опыт изучения языков тоже тоже показал что эта ошибка она одна из самых главных чем же заключается ошибка друзья пожалуйста подумайте почему многие из вас я думаю что большинство людей изучают иностранный язык в школе университете на курсах еще где-то и не получают никакого результата многие из тех кто приходит ко мне они говорят дмитрий вот я хочу научиться говорить на иностранном языке изучая английские либо какой-то еще язык школа университет курсы изучая уже 20-15 лет но до сих пор не говорю на этом языке как вы думаете в чем заключается основная ошибка ошибок может быть много и про эти ошибки я буду говорить и уже говорю на своих прямых эфирах одна из них это большие перерывы друзья да большие перерывы они губительно действуют на изучение любого иностранного языка что я имею ввиду под большими перерывами сейчас я параллельно с вами говорю и проверяю иду для трансляции на фейсбуке вконтакте и ютюбе потому что мне бы хотелось видеть ваши вопросы пока не вижу идет ли трансляция и пишите ли вы какие-то вопросы так вот большие перерывы сейчас у нас с вами в россии по крайней мере если вы живете в россии у нас были практически двухнедельные каникулы майские праздники также у нас бывают новогодние каникулы у вас бывает отпуск либо просто каникул у школьников у студентов бывают большие летние каникулы пожалуйста вспомните с каким настроем вы возвращаетесь после каникул отпуска праздников на работу например как сложно в январе приступить в первый рабочий день приступить к работе либо с каким желанием я думаю не все да но все-таки большинство учеников идут 1 сентября в школу с каким желанием вы приступаете к чему-то после больше после большого перерыва конечно потому что вы остановились это делать у вас был перерыв и соответственно надо больше энергии для продолжения изучения языка мне приходит метафора метафора машины представьте что вы водите машину или вы едете на машине и у нас может быть два случая первый случай вы ехали на машине и где-то вы остановились допустим у вас долгий путь представим что путь это изучение иностранного языка а как мы знаем это процесс длительный это не короткий путь и вы на этом путешествие ведете машину либо вы являетесь пассажиром вы проехали какой-то участок времени какое-то время и остановились чтобы отдохнуть может быть переночевать и немного задержались в этом месте и машина стоит это один случай и второй пример когда вы пусть медленно но вы едете на машине как водитель либо как пассажир но вы медленно 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 едете на машине в каком случае у вас будет тратиться больше энергии на достижение результата в каком случае меньше конечно я думаю что вы со мной согласитесь что в первом случае когда машина ваша остановилась и у вас был длительный перерыв поездки либо в изучении языка очень сложно снова завестись то есть вы заводите машину и вам надо больше энергии чтобы продолжить ваш путь а если вы едете пусть медленно но методично понемногу но каждый день вы достигаете больших результатов вот такая метафора которая пришла ко мне сегодня когда я готовился к этому эфиру ну и конечно можно привести много случаев это касается не только иностранных языков допустим если вы занимаетесь спортом вот я могу привести пример из своей жизни буквально этого года в январе как многие начинают строить планы и я также построил план в плане с плане спорта начал заниматься язык спортом сейчас у меня много идей в голове поэтому хочу вам поделиться со всеми со всеми этими идеями так вот что касается спорта я начал практиковать спорт в январе и да было сложно какие-то моменты приходилось себя заставлять но я собрал всю свою силу кулак и и просто сказал себе все я занимаюсь спортом и буквально где-то через две-три недели у меня это вошло в привычку я стал заниматься как будто бы это естественный процесс я занимался спортом у меня тело требовало движений энергии требовала прогулок на свежем воздухе похода в спортзал соответственно я стал чувствовать что да это уже рутина это уже привычка и я не прилагаю усилий я не думаю а идти заниматься спортом или нет но конечно в начале я прошел через я вышел из зоны комфорта мне пришлось себя дисциплинировать взять в кулак и немного где-то даже позаставлять но через месяц плюс-минус я увидел результат что я уже себя не заставляю я иду как по накатанной вот это один пример пример в плане изучения иностранных языков вы на нас знаете из моих эфиров что я изучаю арабский и французский языки но вот недавний пример с арабским языком пример этого года арабский язык я начал изучать в прошлом году ну и конечно были моменты когда я изучал арабский чуть больше когда-то меньше после нового года был небольшой спад в марте я специально решил связать свой отпуск с арабским языком и поехал в эмираты и вот эта поездка пусть недельная она придала мне ускорение она придала мне энергии и мотивации я вернулся в конце марта ну то есть в начале апреля из отпуска и решил что я буду каждый день заниматься арабским языком пусть 10 минут пусть 5 минут но регулярно без больших перерывов я уже в этот раз не стал совершать вот эту большую самую большую ошибку в изучении арабского языка и как результат уже весь апреля уже больше месяца я изучаю арабский язык каждый день пусть пять минут иногда час иногда два часа может быть но минимум пять минут я вижу результат я нахожусь в потоке я вижу свой прогресс и от этого я кайфую я получаю удовольствие вот таких два случая касаемо спорта и касаемо изучения как раз языка в моем случае арабского языка так вот а что я могу вам посоветовать прежде чем я вам дам пять советов я подготовил для вас пять лучших советов что делать в этом случае пожалуйста напишите ваши вопросы если они есть потому что буквально еще несколько минут я с вами поделюсь советами если у вас есть какие-то вопросы пишите в чате конечно жду от вас лайков если вы еще не поставили если вы не подписались на мой канал в ютюбе пожалуйста сделайте это я знаю что некоторые из вас смотрят меня фейсбуке либо вконтакте поэтому сейчас я вам дам ссылку на мой youtube канал пожалуйста подписывайтесь нажимаете колокольчик так нажимаете колокольчик и соответственно будете всегда получать уведомления о начале прямых эфиров сейчас я попробую оставить вам сообщение так почему-то у меня чат не работает окей тогда в фейсбуке я думаю вы найдете мой youtube канал либо я в комментариях вам оставлю название моего youtube канала так вот друзья пишите вопросы если они у вас есть неважно на какой платформе вы сейчас находитесь надеюсь новая программа которую я сейчас тестирую она не подведет я получу ваши вопросы так вот 5 рекомендаций что делать если вы знаете что вас ожидают новогодние праздники майские праздники отпуск двух-трех недельный либо у вас будут большие каникулы что делать в этом случае первое первое первая рекомендация иметь всегда что-то под рукой что имею ввиду иметь что-то иметь ввиду как иметь какие-то материалы на иностранном языке конечно это может быть телефон планшет то что у вас всегда собой сейчас двадцать первом веке как правило мы никуда не выходим без телефона поэтому вы можете на свой телефон загрузить аудиокниги можете закачать какие-то программы приложения о том как изучать иностранные слова допустим либо вы можете слушать подкасты либо вы можете скачать приложение где вы можете в игровой форме изучать иностранные языки самое главное чтобы на телефоне который всегда с вами у вас был материал на котором используя который вы могли бы пусть 5-10 минут позаниматься языком как правило это приложение это книги аудиокниги подкасты и так далее пожалуйста если у вас на телефоне нет ничего а связанное с изучаемым иностранным языком что-то не так срочно закачайте срочно установите приложений которые очень много пусть у вас будет что-то в телефоне на материале которого вы могли бы изучать иностранный язык это первая рекомендация иметь всегда что-то под рукой какие-то материалы которые вы знака на основе которых вы можете изучать иностранный язык это первый совет второе правило 5 минут правило 5 минут особенно действует когда у вас лень и вы не хотите заниматься иностранным языком но вы можете дать свою обмануть свой мозг говоря окей 5 минут позанимаюсь английским языком может быть вы можете послушать какую-то какую-то песню посмотреть какой-то веселый ролик повторить слова 5 минут прочитать какую-то статью и соответственно иногда 5 минут перетекают в 10-15 и в 30 минут но если у вас отпуск например если у вас отпуск если вы на каникулах то 5 минут например в дороге где-то вы едете либо вы ожидаете у нас очень много ситуаций каждый день когда у нас есть время в ожидании у вас есть телефон и вы можете на 5-10 минут зайти в приложение окунуться в изучаемый иностранный язык вторая рекомендация это правило 5 минут обмануть себя обмануть свой мозг и сказать окей позанимаюсь иностранным языком всего 5 минут третья рекомендация утренний и вечерний ритуал я не знаю насколько вы практикуете если у вас утренний и вечерний ритуал это какие-то действия которые вы всегда делаете утром либо вечером например составлять цели на день утром либо медитация либо йога либо еще что то здесь что вы можете делать вы наверное знаете из моих предыдущих выпусков что самое лучшее время для изучения языка когда мы отдохнувшие когда мы расслабляемся это время перед сном буквально 30 минут перед сном 30 60 минут перед сном и то же самое время когда вы просыпаетесь 30-60 минут ваш первый час после просыпания так вот подумайте что вы можете сделать вот в это время даже находясь в отпуске в каникулах и так далее вы можете просто подумать вечером как прошел ваш день у меня есть одна ученица которая говорит Дмитрий спасибо за такой совет я сейчас начинаю думать в постели ложась спать как прошел мой день быстро засыпаю вот может быть если у вас бессонница вы можете попробовать этот способ начать думать рассказывать себе как прошел ваш день на иностранном языке и возможно вы быстрее заснете буду рад если этот совет поможет не только в изучении иностранных языков ну вот кроме шуток да соответственно мозг просто вечером расслабляется перед сном вы уже настраиваетесь на сон вы можете что-то послушать вы можете послушать подкаст я обычно беру на телефоне у меня много подкастов либо аудиоматериалов я не использую не смотрю видео перед сном а просто включая какой-нибудь подкаст слушаю и постепенно засыпаю мне это очень нравится и также утром вы можете проснуться вы можете написать ваши цели на день на английском языке на изучаемом языке либо вы можете пять минут поповторять слова либо вы можете посмотреть прикольный ролик на ютюбе самое главное использовать это время хотя бы пять минут то есть включить иностранный язык ваш утренний вечерний ритуал это четвертый совет это был третий совет четвертый совет соединить ваш предполагаемый перерыв с изучаемым языком если у вас отпуск каникулы праздники может быть вы можете соединить это с поездкой куда-то за границу или поездкой в ту страну язык который вы изучаете либо вы можете с кем-то познакомиться либо еще как-то постарайтесь соединить ваш отпуск каникулы праздники каким-то образом с изучаемым языком либо культурой это у всех может быть свой случай подумать конечно самый лучший способ это поехать отдохнуть в страну изучаемого языка не все могут это себе позволить по определенным причинам но если есть такая возможность почему нет пятый совет выбрать один ресурс любой один ресурс на предполагаемый отпуск каникулы или большой перерыв и посвятить себя ему например вы можете взять одну книгу вы можете взять какую-то аудиокнигу либо может быть один фильм либо не знаю какое-то приложение пройти то есть вы посвящаете вы не распыляетесь вы берете один ресурс и на протяжении недели двух-трех в зависимости от того какой у вас перерыв вы посвящаете каждый день 5-10-15 минут изучению этого ресурса ну и конечно вы можете прочитать какую-то книгу послушать аудиокнигу посмотреть какой-то фильм пусть каждый день по чуть-чуть но вы получите удовольствие от этого раз вы будете идти в языке это два ну и конечно наверное вы будете гордиться собой что вы взяли пусть один ресурс один материал но вы его полностью прошли поэтому вот пять рекомендаций которые я хотел сегодня с вами поделиться что делать чтобы избежать вот этой самой большой ошибки в изучении языков еще раз повторюсь самая большая ошибка и тема нашего эфира это большие перерывы в изучении языков желательно быть в языке каждый день я об этом говорил в предыдущем эфире и избегать больших перерывов потому что потом вам будет очень сложно опять завести вашу машину и тронуться в долгий но увлекательный путь изучения иностранных языков вижу вопрос от елены сколько раз в неделю нужно заниматься елена я всегда об этом говорю заниматься желательно каждый день хотя бы 5-10-15 минут заниматься в удовольствие найти интересные материалы интересные источники может быть это будет один ресурс один источник либо это будут разные источники каждый день что-то что-то свое и вы будете постоянно в языке вообще заниматься каждый день как мы завтракаем обедаем ужинаем каждый день конечно заниматься языком желательно каждый день и избегать больших перерывов надеюсь сегодня я вас смог убедить что большие перерывы это плохо я дал вам несколько примеров почему это плохо и я поделился своими рекомендациями у вас нет вопросов повторюсь что прямой эфир тем и хорош что вы можете задавать свои вопросы я не собираюсь говорить долго буду всегда говорить кратко и с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы жду вас в среду в это же самое время 4 часа по Москве эфир на английском языке и готовьте ваши вопросы жду ваши лайки пожалуйста поддержите меня внизу в комментариях подпишитесь на мой канал и до новых встреч до встречи в среду и пожалуйста не делайте больших перерывов в изучении языка не совершайте эту самую большую ошибку и до встречи пока пока